Девятиклассники В трапеции ABCD с основанием AD равному 22 см и BC равному 8 см проведена средняя линия KN, которая пересекает диагонали в точках L и M, найти длину отрезка LM. Рассмотрим треугольник BCD. MN в треугольнике BCD является средней линией. По свойству средней линии она параллельна стороне BC и равна половине BC. Известно, что основание BC8 значит длина средней линии 4. Рассмотрим треугольник ACD. LN в этом треугольнике является средней линией. Так как основание AD равно 22, значит средняя линия LN равна половине основания, равно 11 см. Для того, чтобы вычислить длину отрезка LM, мы из отрезка LN вычитаем длину отрезка MN и получаем 11 минус 4 равно 7 см. Итак, ответ 7 см. Задача номер 2. Расстояние от точки пересечения диагонали O прямоугольника ABCD до двух его сторон равны 4 см и 5 см. Найдите периметр прямоугольника ABCD. Итак, если у нас расстояние от точки O до стороны AD равно 4 см, то длина стороны AB прямоугольника 8 см. Если расстояние от точки O до стороны AB 5 см, то вся сторона AD 10 см. Чтобы найти периметр прямоугольника, мы складываем сумму длин всех сторон. Получим, что периметр прямоугольника ABCD равен AD плюс AB умножить на 2. Подставляя то, что получили, имеем 10 плюс 8 умножить на 2 равно 36 см. Итак, ответ 36 см. Задача номер 3. Найдите углы параллелограмма, если его диагональ образуется сторонами углы 30 градусов и 40 градусов. Известно, что у параллелограмма противоположные стороны параллельны и равны. Значит, угол DAC будет равен углу BCA и будут равны эти углы по 30 градусов, так как прямые AD и BC параллельны и диагональ AC является секущей. Точно так же можно сказать, что угол DCA равен углу BAC, как накрест лежащие при параллельных прямых AB и CD и секущей AC. Эти углы будут по 40 градусов. Получим, что угол A равен 70 градусов, а значит и угол C тоже равен 70 градусов. По свойству углов параллелограмма можно сказать, что углы B и D тоже равны и будут они равны 180 градусов минус 70, 110 градусов. Итак, ответ 70 градусов и 110 градусов. Задача номер 4. В треугольнике ABC проведены высота BH и медиана CM. Найти длину отрезка HM, если AM равно 3, а H равно HC. Так как BH является высотой и по условию задачи сказано, что AH равно HC, то треугольник ABC равнобедренный. Так как в равнобедренном треугольнике боковые стороны равны, то сторона AB будет равна стороне BC. Точка M это середина стороны AB, значит отрезок AM равен отрезку MB равно 3, значит вся сторона AB равна 6. Отрезок MH является средней линией треугольника CAB. Средняя линия треугольника в два раза меньше третьей стороны и равна ее половине. Если сторона BC 6, значит средняя линия MH 3. Задача номер 5. Отрезок прямой AB это хорда окружности с центром в точке О. Угол AOB равен 146 градусов. Найдите величину угла между прямой AB и касательной окружности, проходящей через точку А. То есть нам нужно найти угол B, A, C. Итак, известно, что треугольник AOB равнобедренный, потому что OA и OB это радиусы окружности. Так как треугольник равнобедренный, то угол OAB равен углу OBA равно 180 градусов минус 146 разделить на 2 равно 17 градусов. Так как AC касательная, то угол, образованный радиусом, проведенным в точку касания и касательной, равен 90 градусов. То есть этот угол прямой. Чтобы найти угол B, A, C, мы должны из 90 градусов вычесть 17 градусов, что будет равно 73 градуса. Ответ 73. Задача номер 6. В треугольнике ABC проведены высота BH и медиана CM. Найдите периметр треугольника ABC, если AM равно 3, AH равно HC равно 2. Итак, так как медиана CM делит сторону AB пополам, то вся сторона AB будет равна 6. По условию известно, что BH это высота и сказано, что AH равно HC равно 2. Значит, точка H является серединой стороны AC и BH является медианой треугольника ABC. Так как высота и медиана совпадают, то треугольник ABC равнобедренный. В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны. Значит, сторона AB равна стороне BC равно 6. Чтобы найти периметр треугольника, мы складываем все известные стороны и получим, что периметр равен 6 плюс 6 плюс 4 равно 16. Ответ 16. Следующая задача номер 7. Итак, радиус окружности с центром в точке О равен 13 см. Длина хорды AB равна 24 см. Найти расстояние от хорды AB до параллельной ей касательной K. Решение. Треугольник AOB равнобедренный, потому что AO и OB это радиусы. По условию радиусы равны 13 см. ОФ это перпендикуляр, поэтому рассмотрим треугольник AOF. По теореме Пифагора мы можем найти, чему равна высота ОФ. ОФ равно корню квадратному из AO в квадрате минус AF в квадрате. Получим, что ОФ равно корню квадратному 169 минус 144 равно корень из 25 равно 5. Чтобы найти расстояние ЕФ, мы должны к радиусу ЕО прибавить отрезок ОФ. И получим, что ЕФ равно 13 плюс 5 равно 18. Ответ 18. Следующая задача номер 8. На сторонах угла ВАС равного 20 градусов и на его бисектрисе отложены равные отрезки АВ, АС и АД. Так как угол ВАС равен 20 градусов и АД бисектриса этого угла, то уголочки ВАД и САД по 10 градусов. По условию известно, что АС равно АД равно АВ. Значит, треугольники АСД и АВД равнобедренны. Чтобы найти углы при основании треугольников, мы должны из 180 вычесть 10 и разделить на 2. Получим 85 градусов. Значит, угол АСД равен углу АДС равно 85 градусов. А также угол АДБ равен углу АВД равно 85 градусов. Чтобы найти искомый нам угол, мы должны 85 умножить на 2. То есть получим, что угол ВДС равен 170 градусов. Ответ 170. Следующая задача номер 9. На сторонах угла ВАС равного 20 градусов и на его бисектрисе отложены равные отрезки АВ, АС и АД. Определите величину угла АВД. Итак, решение. Так как угол ВАС равен 20 градусов, то угол АВД равен углу ВАД и будут они равны 20 разделить на 2 по 10 градусов. Далее, треугольник АВД равен углу 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 АВД. Чтобы найти угол при основании равнобедренного треугольника, мы должны из 180 вычесть 10 и разделить на 2. Получим 85 градусов. Итак, угол АВД равен 85 градусов. Ребята, у многих из вас возникают трудности при решении геометрической задачи. Чтобы научиться решать геометрические задачи, я вам советую хорошо изучить теорию, выучить все формулы по темам, регулярно, ежедневно решать геометрические задачи, анализировать решение каждой задачи. И тогда у вас все получится. Домашние задания. Я предлагаю решить вам задачу номер 24 Открытого банка заданий ОГЭ. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством замечательного писателя Александром Исаевичем Солженицыным, а также с его произведением рассказом «Матрёнин двор». Тема нашего урока – картины послевоенной деревни в рассказе «Матрёнин двор». Целью нашего урока будет познакомиться с личностью Солженицына, осмыслить через анализ произведения острые проблемы настоящего и прошлого, понять феномен праведного человека. Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Это великий писатель, академик Российской Академии Наук, политический деятель и общественный активист, знаменитый историк, диссидент, нобелевский лауреат. Александр Прошёл войну, заслуги военных лет были столь заметны, что за них он получил два почётных ордена и главное звание для него – старший лейтенант, а после – капитан. Политика Сталина была для Александра чуждой, из-за чего он в 1945 году и был осуждён и адресован на восьмилетнее пребывание в лагере и пожизненную ссылку. В зиму 1952 года врачи ставят Александру неизлечимый диагноз – рак. Солженицын, тем не менее, прожил долгую жизнь, работал учителем, много писал, путешествовал, умер в 2008 году от сердечного приступа. Рассказ «Матрёнин двор» является наиболее ярким примером раннего творчества Солженицына, в котором нашли отражение лучшие его писательские таланты. В основу рассказа легли воспоминания Солженицына о его жизни после возвращения из трудового лагеря, когда он некоторое время жил в деревне Мальцево, в доме крестьянки Матрёны Захаровой. Она и стала прототипом главной героини. Первоначальное название рассказа не стоит село без праведника, но цензоры не хотели пропускать в печать рассказ с таким названием. Они увидели в нём недопустимый религиозный подтекст. Под давлением редакции автор изменил название на нейтральное. Но первоначальное название рассказа подчёркивало основную мысль писателя о высокодуховной главной героине. Давайте мы с вами обратимся к словарной работе. Я, ребята, вам напоминаю, для того, чтобы мы с вами дошли до истины, мы с вами увидели сердце произведения, основную проблематику, мы с вами работаем с текстом. И самое главное, мы анализируем с вами образы, которые увидим в этом произведении. О ком же пойдёт речь в этом рассказе? Обращаемся с вами к слову «праведник». Кто же такой праведник? Это человек, который живёт праведной жизнью, человек, ни в чём не погрешающий против правила нравственности. Праведный – это благочестивый, соответствующий религиозным правилам, основанный на правде, справедливости. Рассказ делится на три главы. Первая глава отведена под экспозицию. Мы здесь с вами видим, как автор представляет нам своего героя и рассказывает о самой Матрёне. Во второй главе происходит завязка, когда обнажается острый конфликт произведения, а также кульминация, когда конфликт достигает наивысшей точки. Третья глава отведена под финал, в котором все сюжетные линии логично переплетаются и завершается произведение. Повествование начинается с того, что рассказчик, проведя 10 лет ссылки в трудовом лагере, селится в деревне ТОВ «Продукт» в доме Григорьевой Матрёны Васильевны. Постепенно главный герой узнаёт всю историю жизни Матрёны, о её неудачном замужестве, о смерти детей и мужа, о её конфликте с бывшим женихом Фадеем, братом мужа, о всех трудностях, через которые ей пришлось пройти. Рассказчик проникается уважением к старушке, видя в ней ту опору, на которой держится не только местный колхоз, но и вся Россия. В конце рассказа Матрёна под давлением семьи Фадея отдаёт часть дома его дочери Кире, которую она воспитала, как свою собственную дочь. Однако, помогая перевозить разобранную горницу, погибает. Родственники Матрёны грустят лишь на показ, радуясь возможности разделить наследство старухи. Кто же такая Матрёна? В чём заключается её праведность? Матрёна оказывается необыкновенным, душевным, чистым, открытым человеком. Тем острее чувство вины, которое испытывает рассказчик. Нет Матрёны, убит родной человек. И в день последний я укорил её за телогрейку. Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село, ни город, ни вся земля наша. Героиня не держит хозяйство. У неё одна коза, которую нечем кормить. Сама же Матрёна питается картошкой. Чтобы протопить дом, ворует торф и носит в мешке на своей сгорбленной спине. Продавать торф местным жителям не положено. Это болото нищеты засасывает человека, лишает его простых радостей в жизни. Матрёна Васильевна своим нелёгким трудом заслужила не одну пенсию, но ничего не получает, потому что работала за палочки. История родной страны, России, не сходит со страниц произведений Солженицына. Таков выбор автора не случайен. Писатель затрагивает эту тему для того, чтобы показать во всей красе 60-е годы XX века. Века насилия, нищеты и деспотизма. Народ угнетён и работает, не разгибая спины. Александр Солженицын раскрывает нам всю горькую правду тех лихолетий. Произведения писателя пронизаны неподдельной болью. Среди них и выделяется рассказ «Матрёнин двор», который и повествует нам о главном, о нищете, о тяжёлой судьбе русского человека. Давайте посмотрим с вами, чем пронизан этот рассказ. Рассказ пронизан болью, но и уважением. «Тёплые чувства» вызывает сам образ Матрёны, её поступки, поведение, всеобъемлющая любовь к человеку. Раздражение у автора вызывает та бюрократия, которая не даёт человеку жить, которая загнала его в нищету, а также картины жизни народа. Солженицын в рассказе «Матрёнин двор» повествует о быте жителей русской деревни, о системе взаимоотношений, власть человек, о высоком смысле бескорыстного труда, царстве эгоизма и алчности. Какова же проблематика и идейное наполнение этого произведения? Смысл жизни Матрёны в заботе, помощи, желании быть нужной. Поэтому деятельная любовь к ближним – основная тема рассказа. Важное место занимает проблема нравственности. Материальные ценности в селе превозносятся над человеческой душой и её трудом над человечностью вообще. Обратите, пожалуйста, внимание на домашнее задание. Дома вам необходимо будет составить краткий тезисный план статьи учебника под редакцией «Коровиной» на страницах 233-241. Конечно же, прочитать рассказ на страницах 241-277. И дифференцированное задание. Подготовьте, пожалуйста, цитатный план характеристики Матрёны. Желаю вам замечательного и приятного погружения в текст. Всего хорошего. До новых встреч. Добрый день. На прошлых занятиях мы с вами рассматривали вопросы экономического и социального развития России в конце 19 века. Сегодняшняя наша тематика – «Россия и мир на рубеже 19-20 веков. Динамика и противоречие развития». Цель нашего сегодняшнего занятия – сформировать представление об особенностях экономического развития Российской империи в начале 20 века, связанное со спецификой, именно со спецификой российского типа модернизации. Задача – дать характеристику геополитического положения и экономического развития России в начале 20 века. Давайте вспомним. На уроках «Новой истории» мы с вами говорили о том, что Западная Европа уже давно вступила на путь к модернизации, завершилась индустриализацией, что в конечном итоге привело к формированию буржуазного общества. Западная Европа давно отказалась уже от революционных потрясений и перешла к новой тенденции, к новой политике – политике реформизма. Реформизм – это система взглядов в политическое и политическое течение, отрицающая необходимость революционных, отставящих возможность создания общества социальной справедливости средствами постепенного эволюционного преображения. То есть в настоящее время в Западной Европе происходит тенденция именно решения основных классовых социальных проблем именно в парламентах тех государств, которые были задействованы в этом процессе. Кроме того, Западная Европа, вступившая задолго до Российской империи на путь технологического прогресса, решила уже многие технологические процессы. И, прежде всего, эти процессы были связаны с техникой. Когда мы говорим о технических изобретениях Западной Европы конца XIX века, то мы не можем не вспомнить эти изобретения. Телефон, автомобиль, первая фотография, дирижабль, граммофон, трамвай – все эти изобретения были сделаны в конце XIX века. Так что же помогло Западной Европе вступить в эпоху технической революции гораздо раньше, нежели России? Это, прежде всего, металл. Это, прежде всего, железо, которое стало делаться качественней, при помощи которого увеличилось рост количества железных дорог, средств передвижений в Западной Европе. Вспомним эти изобретения. Кольт, его револьвер, 1851 год изобретения. Электрические свеча Яблочкова в России, 1875 год. Лампочка накаливания Томаса Эдисона. Но когда мы говорим о конце XIX века, то, прежде всего, мы с вами должны вспомнить это рентгеновское излучение, электромагнитное излучение. Но Россия никоим образом не стояла в стороне от западноевропейского научного прогресса. Вспоминаем Мечникова, вспоминаем периодическую систему Менделеева, вспоминаем Жуковского. Эти изобретатели также жили в Российской империи. Итак, переходим непосредственно к рассмотрению тех процессов, которые шли в Западной Европе. Буржуазное общество. Это общество, в котором, прежде всего, производственный процесс доминирует над сельскохозяйственным производством. Это послужило для дальнейшего демографического скачка в Западной Европе. За последние десятилетия количество людей в Западной Европе возросло примерно на 400 тысяч человек. Людям нужно есть. Людям нужно где-то жить. Им необходимо где-то селиться. Отсюда возникает вторая проблема. Проблема народного населения. И необходимо людям где-то расселиться. Проблема миграции. Миграция, переселение людей из одного региона в другой. В ряде случаев большими группами и на большое расстояние. В Западной Европе эта тенденция наблюдалась, как переселение людей из Западной Европы в Северную Америку и Канаду. Есть еще одна проблема, которая возникает в период формирования индустриального общества в Западной Европе. Это урбанизация. Урбанизация – процесс повышения роли городов, городской культуры и городских отношений в развитии общества. Увеличение численности городского населения по сравнению с сельским. Возникают новые города. Возникают новые поселения. Люди уходят с деревни. Таким образом, количество городского населения в Западной Европе стремительно растет. Если в конце 19-го, в начале 20-го века городов-миллионников было всего лишь 10, то к первому десятилетию 20-го века их уже было более тысячи. В России также появились первые два города-миллионника. Это был Санкт-Петербург и Москва. Когда мы говорим с вами о научно-техническом параллесе, когда мы говорим о социально-экономических факторах, которые влияют на динамику развития любого государства, то прежде всего мы должны с вами отметить следующее. В этот период времени государства Европы делятся на три эшелона. Первые индустриально развитые государства – это Соединенные Штаты Америки, Англия, Германия, Франция, Бельгия. За ними следует второй эшелон – это аграрно-индустриальные государства. Россия, Швеция, Италия, Япония, Австро-Венгрия, Канада. Третий эшелон – страны Азии, Латинской Америки. Обратите внимание на схему. Именно второй и третий эшелон ведут догоняющее экономическое развитие. Догоняют кого? Догоняют первый эшелон, который уже давно стал на путь модернизации своей экономики. Технические преобразования, научные преобразования, естественно, не могут остаться в такую важную отрасль экономики любого государства, как военно-промышленный комплекс. Появляется новое оружие, появляются танки, появляются аэропланы, появляются химические отравляющие вещества. И это самое страшное, что могло произойти в этот период. Появляются новые формы ведения войны, которые еще более страшны для населения не только Западной Европы, а всего мира. Перейдем к России. Что же происходит в России в этот период? Население России в конце 19-го, начало 20-го века составляло примерно 125 миллионов человек. Обратите внимание, всего лишь 13%, немножко более 13% проживало в городах. На одну квадратную версту приходилось всего лишь около 7 человек. Население страны увеличилось с 68 до 116 миллионов человек всего лишь за каких-то 20 лет. А дальнейший рост населения в России за последующие 20 лет увеличился на 50 миллионов человек. Это значительный прирост населения. Рождаемость в России составляла примерно 48 человек на каждую тысячу населения. Обратите внимание на схему. Основная часть населения, 82% проживала в европейской части. В азиатской части проживало всего лишь 18% населения России. Россия всегда была многонациональным государством. В Российской империи проживало более 100 наций и народностей. Разговаривали более чем 140 языках. Согласно проведенной переписи в 1897 году в Российской империи крупнейшие конфессии это были православные 69%, магометяне, то бишь мусульмане где-то 11%, римско-католики 9,1%, иудеи 4,2%. По национальному составу первое место, естественно, занимали русские. 44%, украинцы 17%, поляки 6,3%, белорусы 4,7%, евреи 4,2%. И всего по этническому составу это занимало примерно 77%. 13% оставалось на народы, которые населяли прежде всего Сибирь и восточные части Российской империи. В чем же были особенности российской модернизации того периода? Прежде всего, мы говорили с вами о том, что это был догоняющий характер экономического развития. Вторая причина – это модернизация проводилась исключительно под контролем государства. Третье – развивались отрасли экономики, которые были связаны прежде всего в военное и политическое могущество Российской империи. И процесс, прежде всего, затруднялся особенностями политических и социальных отношений. Какой же был политический строй Российской империи того времени? Прежде всего, это неизменная самодержавная монархия. Именно императору принадлежала законодательная, исполнительная и судебная власть. Помогали ему в этом Сенат. Этот орган следил за исполнением государственных указов. Государственный совет – это был законосовещательный орган, который давал те или иные советы по тем или иным законам. Сенат – именно этот орган следил за действием Русской Православной Церкви. И Кабинет Министров, который исключительно подчинялся Русскому императору. И именно этот Кабинет Министров проводил экономические преобразования в России того периода. Герб – двуглавый орел, знамя, трехцветное полотнище бело-синя-красного цвета. Гимн, написанный в начале XIX века Василием Жуковским «Боже, царя храни». Социальная структура общества. Российское общество традиционно разделялось на сословия. Сословия были служилые и податные. К служилым сословиям относились дворяне, духовенство, казаки. Податные – те, которые платили подати, налоги, крестьяне, купцы, мещане. Но в этот период времени формируется новая социальная структура – это социальный класс. С появлением буржуазии появляется и рабочий класс. Сословия, сложившиеся на основе классовых отношений, феодальная общественная группа с наследственными правами и обязанностями. Социальный класс – общность, выделяемая по отношению к собственности и общественному разделению труда. Буржуазия. Численность крупной буржуазии составляла всего лишь 125-200 тысяч человек. Каковы же были ее функции в российском обществе? Она была, прежде всего, тесно связана с правительством. Почему? Потому что были деньги, но у них не было политических прав. Эксплуатация наемных рабочих, потому что у них были средства производства, а у рабочих не было этих средств производства. Поэтому они были нанимаемые в буржуа. Но в то же самое время они не забывали о благотворительности. Огромное количество храмов богоделин было построено именно русскими буржуазными деятелями того периода. Хотя бы привести пример Третьяковскую галерею, которая была создана именно благодаря русскому промышленнику Третьякову. Или же Савва Морозов, человек, который вплотную занимался организацией Московского художественного академического театра. Наемные рабочие. Их было также всего лишь 13 миллионов человек. Что характерно было для того периода, это прежде всего низкие заработные платы, плохие условия труда и бесправие. Рабочий день продолжался сначала от 13 до 15 часов, потом законно был уменьшен до 11,5 часов в день. Проживали в бараках. Остаются наше поместное дворянство. Дворяне, которые жили в своих поместьях в сельской местности и называлось поместным дворянством. Что характерно для них, они не могут перестроиться, жить по-новому. Они закладывают свои имения. Огромное количество долгов это было характерно для поместного дворянства. Отсталость ведения хозяйства. Хозяйство ведется по-старому. И только лишь 3% дворян того периода стали на капиталистический путь развития в сельском хозяйстве. Мы должны отметить, что в этот период появляется новая прослойка, новое сословие, точнее сказать, общественный слой русского государства. Это интеллигенция. И всего лишь было 2,7% от всего количества людей. Общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием и распространением культуры. То есть развитие интеллигенции, как прослойки общества начинаются именно тогда, в конце 19 века. Давайте сделаем выводы по сегодняшнему уроку. Россия после 1861 года начинает выходить из феодального застоя. Динамику демонстрировали все отрасли промышленности, быстрыми темпами развивались добывающие промышленности. На рубеже веков мир вступил в новый период своей истории, связанный с завершением формирования индустриального общества. Российская империя в начале 20 века представляла собой огромные территории, многонациональное государство, вставшую на путь индустриальной модернизации, но сохранившую традиционные политические устои. Для закрепления попрошу вас записать домашнее задание. Параграф 26, задание 3 из рубрики. Делаем, сравниваем, размышляем. Страница 71 записать в тетрадь. Обязательно знать термины и понятия. Учебник для общеобразовательных организаций «История России. 9 класс». Благодарю вас за внимание. До свидания. Здравствуйте, девятиклассники. Сегодня мы с вами завершаем изучение раздела «Квантовые явления» темой «Биологическое действие ионизирующих излучений». Каждого человека в окружающей среде подстерегают различные явления, оказывающие на него влияние. К ним можно отнести холод, жару, магнитные и обычные бури, проливные дожди, обильные снегопады, звуки, взрывы. Благодаря наличию органов чувств, отведенных ему природой, он может оперативно найти явления с помощью, например, навеса, солнца, одежды, экранов, убежищ, реагировать. Однако в природе существует явление, на которое человек из-за отсутствия необходимых органов чувств не может мгновенно реагировать. Это радиоактивность. Радиоактивность — это не новое явление. Радиоактивность и сопутствующие ей излучения, так называемые ионизирующие, существовали во Вселенной всегда. Радиоактивные материалы входят в состав Земли, и даже человек слегка радиоактивен, так как в любой живой ткани присутствуют в малейших количествах радиоактивные вещества. Самое неприятное свойство радиоактивного, то есть ионизирующего излучения, — это его воздействие на ткани живого организма. Поэтому необходимы сопутствующие и соответствующие измерительные приборы, которые предоставляли бы оперативную информацию для принятия полезных решений до того, когда пройдет продолжительное время и проявятся нежелательные или даже губительные последствия. Радиоактивное излучение человек начнет ощущать не сразу, а лишь по прошествии некоторого времени. Поэтому информацию о наличии излучения и его мощности необходимо получить как можно раньше. Однако хватит загадок. Давайте с вами поговорим, что же называется биологическим действием ионизирующих излучений. Это изменения, вызываемые в жестидеятельности и структуре живых организмов при воздействии коротковолновых электромагнитных волн или потоков заряженных частиц и нейтронов. Исследования биологического действия ионизирующих излучений были начаты сразу после открытия рентгеновского излучения и радиоактивности. В 1896 году русский физиолог Иван Романович Этарханов показал, что рентгеновское излучение, проходя через живые организмы, нарушает их жизнедеятельность. Особенно интенсивно стали развиваться с началом применения ядерного оружия, а затем и мирного использования атомной энергии. В настоящее время известно, что радиоактивные излучения при определенных условиях могут представлять опасность для здоровья живых организмов. В степени характера отрицательного воздействия зависит от энергии, переданной потоком ионизирующих частиц данному телу, а также от массы тела. Чем больше энергии получает человек от действующего на него потока частиц, и чем меньше при этом масса человека, то есть чем большая энергия приходится на каждую единицу массы, тем к более серьезным нарушениям его организма это приведет. Далее мы с вами вводим понятие, что такое поглощенная доза излучения. Это величина, равная отношению энергии ионизирующего излучения, поглощенной облучаемым веществом, к массе этого вещества. Поглощенная доза у нас обозначается буквой D. В международной системе единиц единица поглощенной дозы является грей. Вне системной единицы является радиан. Для измерения поглощенной дозы используются специальные приборы – дозиметры. Наибольшее распространение имеют дозиметры, в которых датчиками являются ионизационные камеры. В некоторых дозиметрах в качестве датчиков используются счетчики частиц или сцентилятора. Известно, что чем больше поглощенная доза излучения, тем больше вред может нанести организму это излучение. Необходимо учитывать также, что при одинаковой поглощенной дозе разные виды излучений вызывают разные по величине биологические эффекты. И в связи с этим мы с вами вводим следующее непосредственно понятие – это коэффициент биологической активности. Он нам показывает, во сколько раз радиоактивная опасность от воздействия на живой организм данного вида излучения больше, чем от воздействия гамма-излучения при одинаковых поглощенных дозах. Для гамма- и бета-излучения коэффициент биологической активности равен единице, для альфа-излучения равен 20, для быстрых нейтронов, как вы видите, равен 10. В связи с тем, что при одной и той же поглощенной дозе разные излучения вызывают различные биологические эффекты, для оценки этих эффектов была введена величина, так называемая, эквивалентная доза излучения. Что же это такое? Это величина, определяющая воздействие излучения на организм и равное произведение поглощенной дозы на коэффициент биологической активности. Обозначается буковкой H. В международной системе единиц единица эквивалентной дозы является 1 зиверт. Используются также дольные приставки, это миллизиверт и микрозиверт. Вне системной единицы измерения нам служит биологический эквивалент рентгена, БЭР. При оценке воздействия ионизирующих излучений на живой организм, учитывая то, что одни части тела, органы, ткани, они более чувствительны, чем другие. Например, при одинаковой эквивалентной дозе возникновение рака в легких более вероятно, чем в щитовидной железе. Другими словами, каждый орган и ткань имеют определенный коэффициент радиационного риска. Как мы можем посмотреть на рисунке, у нас для легких он равен приблизительно 0,12, а для щитовидной железы 0,03. Предельно допустимой дозой излучения называют поглощенную дозу, которая по порядку величины совпадает с естественным радиоактивным фоном, существующим на Земле и обусловленным в основном космическим излучением и радиоактивностью Земли. В Международной комиссии по радиационной защите для людей, постоянно работающих с источниками радиоактивных излучений, была установлена предельно допустимая доза. А именно, не более 0,001 грея в неделю. Если пересчитать, то в год это получается 0,05 грея. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на таблицу. Если человек сразу получает поглощенную дозу более 3-6 грея, то он может умереть. Мы с вами должны знать, что поглощенные эквивалентные дозы, они зависят и от времени облучения. То есть от времени взаимодействия излучения со средой. При прочих равных условиях эти дозы тем больше, чем больше время облучения. То есть, как мы с вами понимаем, дозы, они накапливаются со временем. Я вам уже говорила, радиация, она существовала всегда. Радиоактивные элементы входили в состав Земли с начала ее существования и продолжают присутствовать до настоящего времени. Основную часть облучения люди получают от естественных источников радиации, таких как горные породы, космические лучи, атмосферный воздух, пища. Совокупность излучения всех источников образует так называемый радиационный фон. В малых дозах радиационное излучение, оно может стать катализатором процессов, которые приводят к раку или к генетическим нарушениям. А в больших дозах часто приводят к полной или частичной гибели организма вследствие разрушения клеток тканей. Различные виды излучений сопровождаются высвобождением разного количества энергий и обладают различной проникающей способностью. Поэтому они оказывают неодинаковое воздействие на ткани живого организма. Так, если мы с вами посмотрим на экран, мы можем увидеть о том, что альфа-излучение, оно задерживается примерно листом бумаги и практически не способно проникнуть через наружный слой кожи. Поэтому оно не представляет опасности до тех пор, пока радиоактивные вещества, испускающие альфа-частицы, они не попадут внутрь организма через открытую рану с пищей, водой или вдыхаемым воздухом или паром, например, в бане. Тогда они становятся чрезвычайно опасными. Как же защититься от альфа-излучения? Очень просто. Можно носить более плотную одежду. Бета-частица обладает большей проникающей способностью. Она проходит ткани организма на глубину 1-2 см и более. В зависимости, конечно, от величины энергии. Для защиты от бета-излучения уже требуется специальный костюм, который сделан из прорезиненного и просвинцованного материала. Дело в том, что свинец достаточно хорошо сдерживает альфа- и бета-излучения, а также ослабляет гамма-излучения. Однако, ребята, от гамма-излучения на сегодняшний день полностью защититься не представляется возможным. Все укрепления и подземные бункеры, подготовленные на случай ядерной катастрофы, они главным образом сделаны для того, чтобы ослабить именно влияние гамма-лучей. Почему? Потому что гамма-излучение обладает очень большой проникающей способностью. И вот для таких вот укреплений используются непосредственно материалы с высоким коэффициентом поглощения. Толстые слои бетона и свинца. Итак, давайте мы с вами сейчас разберем, в чем же состоит биологическое действие. Как вы знаете, значительную часть человеческого организма составляет вода. Именно на воду действует радиоактивное излучение в первую очередь. В результате облучения образуются радикалы, которые воздействуют на клетку самым нежелательным образом, а именно вызывают мутацию клеток. И мы с вами видим о том, что могут быть, вот эти вот мутации, они могут привести к различным радиационным эффектам. Могут привести к соматическим, то есть телесным, или генетическим. К соматическим относятся у нас лучевая болезнь, лучевые ожоги, лейкоз, то есть заболевания крови и лейкемия, раковые опухоли. К генетическим относятся генные мутации, хромосомные мутации. Эти эффекты проявляются в последующих поколениях, то есть у потомков человека, подвергшегося облучению. И на закрепление нашего материала давайте я предлагаю вам решить задачу. В ткани массой 10 грамм поглощается 10 в девятой степени альфа-частиц с энергией 8 помноженной на 10 в минус 6 степени джоулей. Нам необходимо найти поглощенную дозу излучения. Мы с вами записываем, что нам известно. Итак, а известна нам масса и известна нам энергия. Необходимо найти поглощенную дозу. Напоминаю, поглощенная доза обозначается буквой D. Далее мы с вами сразу вспомним, она единица измерения. Все ли у нас переведено в систему Си. Тут нужно обратить внимание, что масса у нас выражена в граммах, поэтому мы с вами ее должны перевести в килограммы, что мы и делаем, записав систему Си. Далее приступаем к решению. Вспоминаем формулу для нахождения поглощенной дозы. Это у нас есть энергия, деленная на массу. Подставляем наши численные значения, а они у нас все известны, величины. Подставили, получили ответ. И мы записываем, что у нас поглощенная доза излучения равна 8 умноженное на 10 в минус 4 степени грей. Итак, ребята, наш урок подошел к завершению. Я предлагаю вам сейчас записать домашнее задание. Опять-таки, домашнее задание у нас по учебнику Кабардино. Параграф 28 изучить. Тест номер 3. Задание номер 1-10. Дополнительно задание 10-15, которое находится на странице 128. А также повторить параграф 24. Ребята, это все. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин